В России или в Казахстане? Развлеки меня. Ну нормально, нормально. Что было до The Space? Эй, сыщика, ага, сын, ну. Пошли по пизде. Некоторые планы, это же не какой-то сверхразум. Что вы расскажете про других участников группы? Не, ну нормально. Разъебывался, скажем так. Самое главное, самое главное, то что это лучше твой опыт, да? Как ты не говоришь? Ты выступал за две группы. Ну это просто пиздобольство, распиздяйство. New Metalcore с Домброй? Ну давай, покажи мне что-нибудь такое, что еще не видел. Позар у них? Больше мы не делаем ничего. От таких надо избавляться. Какие у вас были эмоции? Не впечатляет. Да, мы не нужны. Избегаем. Ну ведь, что ты? Тяночек в бассейн. Да, конечно, вы. Залевал, блядь. Сто процентов, сто процентов. Конечно, мы. Это все гипфейк. И этого всего не было. Далеко ходит. Неформат на связи. Часто ли вы слушаете хороший New Metalcore? Хорошую музыку? У нас в гостях группа The Space, которая за полгода от стадии зарождения идеи дошла до первого релиза, до первого концерна. Здравствуйте, участники! Здорово заебал! Как вы познакомились с Федором? Нас познакомил наш общий знакомый Саня. Знаешь, нету гитариста, короче, Борджини. Бывший. Ну, бывший. Прекоминай. Не суть важна. Короче, в прошлом году, в марте, я сидел без работы, без ничего. Здесь вот, в горах, в квартире, там, в общем, я жил. Как бы это литературно сказать? Пошли по пизде некоторые планы, которые мне казались очень перспективными. Я сидел в печали, мне с вами говорят, что приезжай в Ленор, типа, тут есть чуваки, им нужен новый вокалист и так далее. Я приехал, познакомился как раз-таки с Лусом, с Лёхой. Кто там еще был? Что-то-то было по мне. Ну, да, это только да. Да, вот, и, собственно, все. С этого момента мы начали что-то делать. С тем составом, который имелся на тот момент, из которого на данный момент есть только я и Рус. Все. Что было до The Space? Какие группы? У меня? Да. У меня было много проектов. Ну, реально много. То есть, как бы, были рэп-проекты, типа, рэп-корни, метал-проекты, фолк-метал-проекты. Много чего было, в общем. Но из всего из этого обычно выходило то, что я сам делал за людей всю работу. То есть я умею играть на гитаре, на басу, на клавишах, делать саунд-дизайн, писать барабаны, сведение, мастеринг. Все это я могу сделать сам. Но я не то, чтобы хотел вообще в своей жизни обладать всеми этими знаниями. Это просто потому что... Жизнь заставила. Потому что жизнь заставила. Да, да, да. Потому что жизнь заставила. Потому что ты надеешься на людей, они тебя подводят. Раз, второй, в одном, в другом. И ты такой, типа, генал, ты тоже. Вот, я сам все сделаю. Вот. Я сейчас пришел к умозаключению, что это неправильный подход. И что нужно именно выстраивать в группе такие отношения, чтобы ты мог делегировать, если ты барабанщик, напиши барабанную партию. Если ты гитарист, напиши сам свои гитары. И так далее, и так далее, и так далее. Потому что когда ты сам все это делаешь, ты же не какой-то сверхразум. Ты не можешь обладать исчерпывающими знаниями в каком-либо предмете, если ты знаешь все вот так вот выборочно. То есть ты можешь написать какую-то аранжировку и отдать ее кому-то, что, мол, вот ты пиши вот это, ты вот это, вот как тебе нравится, вот так и сделай. И чтобы у нас это было то, что мы выпустим, чтобы это была коллективная такая штука. Это не я там написал и вам раздал партии. Чтобы ты написал какой-то вот скелет, допустим, песни, просто вот базовый, и раздал всем. И все-таки там барабанщик написал свое, гитарист свое, басист свое и так далее. И у вас получилась именно коллективная такая вещь, которую вы вместе сделали. И поэтому она имеет ценность для всех участников группы, а не то, что ты такой ферзь сел и все написал. Вот. Раньше мне это не приходило в голову. Раньше я думал, что, мол, вы не можете, я сам сделаю. А сейчас я начинаю понимать, что даже если я сам сделаю, ну, что-то в этом не так. И поэтому я сейчас как раз-таки стараюсь работать с группой, с гитаристами, с нашим барабанщиком Савой, со всеми, чтобы все были включены в этот процесс, чтобы у нас был именно рабочий такой крутой коллектив, который прям вот пашет, и все это вот едет как бронепоезд вперед и разваливает кабину. Группа The Space, это лучший твой опыт, да? Из всех, что у тебя было. Ну, да, наверное, да. Мы сыграли в феврале самый дикий концерт в моей жизни. И я был на нем. Вот. Это лично для меня, чтобы я был на вокале весь сет-лист, чтобы я его весь отыграл. Это был в моем личном опыте самый дикий концерт из всех. И он прошел хорошо. То есть я не то, чтобы переживал, что он будет как-то плохой какой-то именно по исполнению, потому что я на репетициях видел, как ребята играют, я за себя знаю, как я выступаю и так далее. То есть я не переживал, что, ой, бля, может быть, там что-то пойдет. Нет, я думал, будет нормально, но вышло не то, что нормально. Вышло круто. Вышло очень круто. Я видел тамошний народ, как он там разъебывался, скажем так. Это именно то, чем... Именно это, именно это. Это именно то, чем там все занимались. Я же в общежитии живу. Вот у меня у моего друга на обоях на компьютере фотография человека с разбитым носом. Жестикулирую так. Ро. Ну да, 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 да. Это вот, наверное, самое главное. Самое главное, самое главное, то, что если ты делаешь 100% того, что ты можешь сделать, ты никогда не знаешь, что из этого выйдет. Ты на 100% не можешь быть уверен, что там пройдет хорошо, что там не сгорит какая-нибудь аппаратура или что-то не произойдет. Но ты сделал все, что ты мог, и из этого что-то вышло. И как выясняется, из этого может выйти что-то лучшее, чем ты ожидал. То есть ты ожидал какой-то... Мы выступим. Мы выступим, будет нормально. А мы выступим, там, пиздец, там, блядь, люди ногами по потолку ходили. Как я не говорю. Мне жалко, что не заснял. Ты говори, ты вспомнил 2000-е просто начало. На Аматоре, на разных вот этих вот группах, которые были первопроходцами в жанре металла, металлкора российского в начале нулевых. И Федя сам участвовал на таких концертах. И сам мне рассказывал истории, как он там прыгал со сцены, блядь, лазил по рукам, вот, разрывал футболку прям посреди своем о себе. И ты такой думаешь, чем ты, че, ты губанутый или че? Он такой, нет, блядь, да, я, типа, ты че, это же, блядь, эмоушенс, это прям, уф. И то же самое было 10 февраля в Леноре. Я уверен, было бы зал больше, было бы еще больше пиздеца. Вот, просто, ну, вот потолок и все, по нему походим и заедись. Федя, ты выступал в России и в Казахстане. Вот, вопрос в том, где ему сцена лучше, в России или в Казахстане? Я бы не сказал, что где-то лучше или хуже, просто есть разные нюансы. То есть, типа, ты не можешь поставить что-либо, что вот это хуже, а вот это лучше. Они просто разные. То есть нельзя их сравнивать? Их нельзя сравнивать прямо вот в лоб, что, мол, вот это хуже или вот это лучше. Я бы не стал этого делать, исходя из того, что я видел. Они просто разные. То есть, где-то есть свои плюсы, где-то есть свои минусы. И то же самое наоборот, что где-то есть там. Там свои плюсы, свои минусы. Допустим, если ты в Москве играешь, там, в каком-то баре, в байкер, мы играли в концерт, тупо часа полтора, в байкерском баре, там, чайка, ну, не знаю, ну, бар еще с летней площадкой. Вот, нам за это там что-то там, пиццу, короче, дали. А вот вайп, вайп отличается? Вайп отличается, потому что в Москве более такая снобистская публика, я бы сказал. Более мрачная. Не, не мрачная, а более такая, типа, мол, ну давай, покажи мне что-нибудь такое, я еще не видел, ты такой, слышишь, псина, ты че, блин? Ну, как к персоналу относится, к плебеям. Ну, типа, да, типа, да. Здесь люди, если ты вообще что-то из себя представляешь, умеешь играть, можешь нормально выйти, как будто в лице твист отыграть, люди гораздо, на мой взгляд, более душевно к этому относятся, они больше доценивают, они такие, вау, это классно. То есть ты вложил в это время, ты в репетиции, там, деньги на эти репетиции, ты, типа, вложил в свое образование, то есть ты все это вот выучил, и ты вышел это сыграть, и ты сыграл-то хорошо, объективно. Без, там, каких-то, что, мол, не, ну так тоже пойдет. Ты просто хорошо вышел и сыграл. Вот. И здесь люди, мне кажется, что больше как-то реагируют на это, что-то, вот, чуваки вышли и прямо сыграли. А там из-за очень большой конкуренции, из-за очень большой перенасыщенности, я бы сказал, там, всех этих музыкальных коллективов, люди в основном сидят, типа, такие, ну... Развлеки меня. Ну, нормально, нормально. Более требовательно. Ну, потому что там, в принципе, выборка больше, там, очень много групп, успешно. Ну, да, но... Тебя наводит на мысль, что, типа, ребята, мы здесь не играем, там, какую-то суперсложную техническую музыку. Мы играем музыку, допустим, потому что мы играли с ингресты, мы играли, там, ну, там, такой поп, грубо говоря, материал, ну, условно, там, нирванный, кишон, еще с чем-то вот таким, вот, короче, очень популярной музыки, но чуть более тяжелые обработки, да, когда мы на репетициях придумали, как нам это удобно играть, мы это так играем. И все слушают, таким... Не, ну нормально, нормально. Вот, а тут ты играешь, там, допустим, ты выходишь, у тебя, там, не знаю, 80% листа это кавера, и все такие, ого, господи, ты, ба, смотри, это что такое, ахуй? И то есть, как бы, ты больше чувствуешь именно из зала вот эту вот отдачу, что людям нравится. Если ты правда хорошо знаешь, что материал, если ты его играешь круто, то люди просто ценят вот это, не сидят с таким лицом, типа, надменный. Не, ну, не впечатляет. Где, принесите мне мою, там, курочку. У нас был один, короче, концерт в байкерском клубе, и там какие-то суперкрутые байкеры на Харлеях, там, и так далее, они там, короче, пошли на бар, такие, бля, сколько нам нужно выпить пива, чтобы нам понравилось это муза? Я такой, нисколько, пошел нахуй отсюда. А потом мы отыграли этот сет, и мы ушли в другой бар, и из этого бара за нами пришли люди, типа, ребята, может быть, вы вернетесь, потому что следующая группа, это просто пиздец. Они играют очень плохо по сравнению с вами, они там, типа, зато, зато, зато у них есть такие шлема, короче, с рогами, и они такие, типа, вышли все такие викинги, и очень плохо играют. Такие, давайте, может, вы вернетесь. Ну, нет, нам все, что мы хотели, мы все сделали. Ну, вот играют байкеры. Да, давай, будем байкеры ваши играть. От себя вот тоже могу сказать насчет нашей сцены, и о том, выражаясь музыкальным языком, у нас вот как Фиде не рассказывал, у нас вот как будто бы присутствует дилей, задержка, потому что то, что было актуально, допустим, в России или 10 назад актуально, сейчас у нас. И для меня лично это было удивлением, и для Феди, когда он сюда приехал и услышал, что ребята прям тащатся на серьезке от Металлики, от Мегадеда, от Пантеры, от вот этих вот всех старых олдскульных групп с бородатых времен. Вот. И для меня это тоже удивление, потому что, ну, в наше время есть очень много интересных и крутых новых музыкальных коллективов в жанре металла, не важно какого, там, дедкор, металлкор, прогрессив, неважно, и, ну, это реально немного тебя так прям озадачивает, ты подумаешь, бля, реально, почему людям это нравится, типа, это нравится, меня это не много озадачило, я когда приехал, вот осенью 22-го, типа, покупал там Ленор, на всякие выступления местных групп, и там, типа, а ты знаешь Сет Бат Тру, от Металлики? Ну, я думаю... А ты слушал первый альбом Слепно? Ты такой, да, 20 лет назад. Я думаю, что из-за того, что в России рок, металл распространяться начал куда раньше, чем в Казахстане. В Казахстане до этого... По-любому, да. Эстрада, поп... Ну, да, типа, в моем понимании есть некоторые дилей, что, допустим, на Западе, что там... США... Сюда становится популярным, этот тренд доходит, допустим, до России, или там... ближайших стран с запозданием лет в пять. Там, допустим, типа, мамбл-рэп был популярен в начале, там, десятых, примерно, годов, он уже пошел. Под конец десятых годов у нас все начали... Эй, цель, сыщика, ажанки, ну... Вот. И, то есть, это, как бы, все идет с запозданием. И еще с большим запозданием оно доходит дальше. Вот. То есть, допустим, я когда-то приехал, знаешь, этот Кэп Таун. Да. Вот. И я, короче, когда приехал, их прям пиздец как слушал. Почему? Потому что это мне напоминало моей юности, когда я в 2011 слушал вот такой вот рэп, и я такой, бля, эти чуваки, они делают прям вот это, они делают прям вот это. Сейчас 2023, ну не у вас. Вот. Но они делают это круто. Я такой, ну, уважаемый, он круто делает. Но, типа, вот эта вот какая-то задержка имеется. Музыкальные тренды в Казахстане, как бы сказать, двигаются медленнее, чем в России. У меня есть множество знакомых, которые вот только сейчас касту начали слушать. Касту. Которая, ну, была популярна, когда я еще в школу не ходил, я в детском садике был еще. Ну, типа, да. Что вы расскажете про других участников группы? Про Саву, про барабанщика, про басиста, кого вы выгнали? Про басиста, которого вы выгнали, наверное, ничего не буду особо рассказывать. Вот. А так, пацаны сейчас подобрались, мне кажется, хорошие, нормальные, типа, у нас Илья гитарист, Ирус гитарист. Вот. Ребята в целом ответственные и, типа, адекватные. Что нам нужно сделать вот это, вот тогда-то. Они, они, да-да-да, они это делают. Вот. Басиста мы поменяли как раз-таки, потому что там не вписывался вот в эти критерии. Я считаю, что вообще, что в музыке, что в работе, даже если ты в офисе работаешь, на заводе, не важно где, если ты находишься на позиции руководителя, грубо говоря, тебе нужно от людей, чтобы они были ответственные, пунктуальные, чтобы они делали то, что они пообещали, они пообещали, что они это сделают, и они должны это сделать. И, по-моему, у тебя нога тошнит, душа болит, неважно что, сделай это. Потому что ты сказал, что ты это сделаешь. Если ты постоянно что-то не делаешь, то тогда я не могу рассчитывать. Ну, это правильно, так группы успешными становятся, если у кого-то будет нога тошнить. Вот, нога тошнит, это просто классика жанра. Самая популярная прикида. Если там будет кто-то больной, хромой, ленивый, то... Ну да. С группой ничего не уйдет, поэтому от таких надо избавляться. Ну и просто вот наш бывший басист, Илюха, Илюха, привет, кстати. Вот, он просто-напросто даже, ну, особо не вписывался в коллектив, вот, как говорят люди, по вайду. Вот, то есть ребята знают грань между тусичами, чилом, и между вот работой. А там человек просто, вот, ну, приходил на любые репетиции, на любые встречи, типа, давай, что-то поиграем. Да, иногда приходил кучу и ссоу, иногда. У нас было очень много времени до дебютного концерта 10 февраля. Мы еще с Федей обговаривали это, если не соврать, в конце октября, в начале ноября, где-то. Вот, и, то есть, ну, у нас было 3-4 месяца, чтобы подготовиться к первому концерту, при том, что у нас сет-лист был, ну, вообще изначально, 9-10 песен, поэтому мы сыграли там 7-8. Вот, ну, то есть за 4 месяца это можно было отточить до автоматизма спокойно. Что нужно было для этого? Просто ходить на репетиции и учить материал. Вот, а товарищ, к сожалению, не делал этого, и, поэтому, вот, то, что мы сейчас имеем. То есть, нужно понимать, что хороший парень, это не профессия? Да, 100%. он нормальный чувак, у него там шутки шутит, он такой позитивный, все такое, но если ты не делаешь по, что от тебя ожидается, и то, что ты сказал, что ты сделаешь, тогда иди. Ну, это просто пиздобольство, распиздяйство, ну, грубо выражаясь. Да, то есть, дверь вон там, типа, давай, иди туда. Себя никого не держат. Да, тебя никто не держит, но мы его держали, на самом деле, мы его держали, потому что, я был все это время в России, типа, я вот Руслу самолично доверил заниматься всем этим процессом, потому что я не мог этого делать, потому что мне нужно было документы там делать, чтобы, короче, не важно. Вот, и то, что, как они готовились к февральскому концерту, они сами это делали. Я был три дня перед концертом, и я эти трое суток спал и репетировал. Все. Больше мы не делали ничего. Кстати, вот насчет состава группы. Вы с участниками быстро Connect нашли? Федя, когда присоединился, в целом, когда, даже сейчас, атмосфера в коллективе какая? Ну, с Федей мы Connect поймали довольно-таки сразу, то есть, мы поняли, что мы оба любители поговорить на разные темы, мы оба любим музыку, мы оба хотим что-то делать, понятное дело, определенное время у каждого были какие-то трудности, и мы не могли полноценно выкладываться и делать что-либо, но у нас всегда было мнение такое, что надо просто ебашить и все, что мы сейчас и делаем. У нас сейчас довольно-таки много планов на предстоящее лето, вот мы хотим еще выпустить песни, мы хотим выступить и не один раз причем, вот, и нас уже зовут куда-то, вот, и это, конечно, приятно, это тебя озадачивает, но в хорошем плане, то, что, блядь, сейчас будет движ, сейчас мы будем что-то делать, мы не будем сидеть на месте, у нас нету творческого кризиса, у нас есть идеи, вот, типа, все, давайте, пацаны, ебашить, просто вот этот поезд, вот так, влетать, блядь, туда, и все, вот, с остальными ребятами, да, в принципе, тоже, лично я поймал Connect сразу, я этих ребят знал, вот, с Савой мы играли вместе в Кандее, вот, так что я знал, какой Сава, вообще, сам по себе, музыкант, человек, но на самом деле он за вот этот год вырос, и как музыкант, и в целом, как личность, вот, насчет Илюхи я его тоже приметил сразу, мы с ним были так, просто знакомы, типа, привет, пока, вот, но я понимал, что этот товарищ, он, как бы, умнее и ответственнее, чем наш прошлый гитарист Ваня, вот, там человек просто, на порядок, да, там человек был просто такой, что, типа, вот, я хочу вот это, ну, давайте это, но так не работает, это группа, то есть, я тоже там хотел бы играть дохуя чего, и писать много чего, но я понимаю, что это может не понравиться другим ребятам, как бы, нужно взвешивать мнение каждого, коллектив, вот, если хочешь играть там свои слепоньки, блядь, System of Down, и так далее, типа, ищи коллектив, который хочет, что-то играть, не знаю, самуди выходил, еще играть, ну, что если ты хочешь и можешь, да, вот тогда, да, ну, там, товарищи, хочешь и не можешь, то, да, я тебе, что, нянька, что ли, какая-то, я не буду тебе там, пожалуйста, поиграй в метроном, либо учись, либо нахуй с пляжа, ну, типа, да, если не умеешь, не берись, лох, блядь, вот и все, не то, что лох, но, типа, просто научись сначала, такой, я хочу делать вот это, а ты можешь, нет, такой, на гитаре лобать, а в чем-то, собственно, дискуссия, ну да, хотите уметь, это абсолютно разные вещи, на гитаре лобать и пироги печь, ну, тоже верно, пироги печь, тоже тяжело, но хорошее, хорошее занятие, состоявшееся выражение, вот, возвращаясь к вопросу про первый концерт, какие у вас были эмоции, явно яркие, явно были высосаны, я после концерта дебютного, ну, где-то неделю, две, не соврать, ходил, просто у меня прям, эмоциональный всплеск был, внутри я такой, типа, ебать, это то, это то, что я хотел, это то, что надо, да, потому что, это моя группа, это группа, в которую я вложил дохуя чего, вот, столько всего поменялось, столько всего было сделано, ты такой, типа, да, мы это сделали, мы молодцы, и, что самое интересное, и люди говорят, что мы молодцы, людям понравилось, как бы, к мнению слушателей, тоже нужно прислушиваться, называть своих, там, поклонников, говнорями, или, типа, да мне похуй, что искали, это тоже неправильно, как бы, понятное дело, когда ты пишешь музыку, ты пишешь музыку, ты пишешь ее в первую очередь, вон, понятное дело, когда ты пишешь музыку, ты пишешь ее в первую очередь для себя, а уже потом думаешь, типа, понравится это людям, не понравится, но есть люди, которые думают, в первую очередь, типа, главное, чтобы понравилось людям, то все, но это, как правило, коммерческая музыка, коммерческие музыканты, мы пока к этому не стремимся, и не собираемся, скорее всего, потому что, да не то, что прям трушно, но надо вот делать так, как твоя душа чувствует, типа, не так, что тебе надо, что-то написать, что-то нам даст, дохуища там альтушек, допустим, фанаток, вот, а будет? Да, конечно, будет, заемало, сто процентов, сто процентов, Да, конечно. Сейчас они напишут, когда напишут. Кстати, вот про будущие релизы. Какие планируются? Я слышал, планируется Departure. Departure, да, планируется, но Departure — это песня, написанная в прошлом году. На Медуле. Да, мы сидели в горах, писали это всего на ноутбук. С ней очень много проблем, конечно, возникло. Технических. Да, технических. И есть еще такая тема, что если ты пишешь какую-то песню, на мой взгляд, песня — это как фотоснимок момента в жизни. То есть, допустим, если ты пишешь песню, ты пишешь туда текст, вокал и так далее, а через пять лет ты бы так не написал. Ты бы не написал об этом, потому что ты уже станешь другим человеком, у которого другое мировоззрение, другие проблемы в жизни и так далее. То есть, песня — это все равно, что фотоснимок, который запечатляет определенный момент жизни, определенные мысли, которые ты думаешь в этот момент жизни, определенные музыкальные решения, которые тебе в этот момент жизни кажутся наиболее оптимальными, правильными, наиболее крутыми и так далее. И ты вот из этого всего пишешь песню. Песня — это не что-то вечное, что ты можешь... как бы, вернее, она может быть, конечно, вечной для людей, но когда ты ее пишешь, ты пишешь про свою жизнь. Ты пишешь про вот этот вот момент, что вот сейчас, вот сейчас, я вот это вот написал, вот это придумал, мы вместе вот это вот сделали, бам-бам-бам-бам-бам, все, вот, она сделана. Если выпуск песни затягивается на год или, там, на какой-то большой период времени, особенно сейчас, когда жизнь меняется очень быстро и очень кардинально, я бы сказал, то у тебя уже нет ощущения того, что эта песня актуальна сейчас, потому что много чего изменилось, вообще все поменялось. Для меня лично, например, что я там... Будут поддаваться в подробности, это будет на полчаса монолог. Так вот, Departure — это не просто релиз, это не просто трек, я так понимаю, это трек, который важен для тебя. Да, это песня про 22-й год, про мой отъезд с Родины в связи с известными событиями. Вот, это песня про одиночество, связанная с тем, что у тебя разваливаются, ну, не все, но очень много имевших вместо быть взаимоотношений с людьми, про вот это вот разделение и про то, как ты преодолеваешь это все, но ты при этом как бы понимаешь, что ты правильно поступаешь. Это тяжелая песня. Она тяжелая не в каком-то музыкальном, композиционном смысле, что брейкдауны страшные или еще что-то, она тяжелая по смыслу, по-своему. На металл-концертах, конечно, никто особо тех не слушает, типа, что-то там гавкает, ну и ладно. Вот, но вообще это очень тяжелая песня для меня, и она была всегда такой, и поэтому сейчас, еще спустя год, не очень понимаю, стоит ли ее выпускать. Потому что, опять же, много чего изменилось, я пообщался с родственниками, с некоторыми, с которыми у меня были разрушены, ну, временно взаимоотношения, потому что у них было одно мнение, а у меня другое. Вот, и типа мы с ними уже там пообщались, и что мы поняли, что мы все-таки друг другу родственники, что у нас могут быть разные там, грубо говоря, политические взгляды, но мы все равно родственники, близкие, и что нам не нужно отстраняться друг от друга из-за какой-то вот этой хуйни, блядь. Вот, поэтому для меня сейчас такой очень большой, именно, не знаю, философский, наверное, вопрос, стоит ли выпускать эту песню. Потому что если бы мы выпустили прошлым летом, она была бы прям в жилу, в тему, вот сейчас я вот чувствую себя вот так, а сейчас ты такой, ну, нет. Типа, уже много чего еще другого случилось, поэтому, ну, да. В каком направлении вы планируете музыку развивать? Ну, как такового направления нету, но металл, типа, металл, металл, как бы. Планируете ли дальше делать металл? Ну, металл, не металл, может быть, каким-то другим. Не металл в планах, чтобы делать, ну, свое что-то в стиле металл, нет, как бы. Вообще, на самом деле, я так же, как и Федя, и многие музыканты, ну, грубо говоря, в рот ебал вот эти все деления на жанры. Типа, ну, металл и металл, как бы, вот и все. Это придумано все как раз таки вот журналистами. Потому что, типа, вот это реально, кстати. Это дедкор, это металлкор, это постаркор. Журналистами придуманы все вот эти вот разделения. Изначально, Ася, ты читаешь, что все вот эти вот разделения на супер, там, типа, это там рок-н-ролл, это вот это, это вот это. Вот это придумано журналистами музыкально. Потому что там этих есть, Роллингстоун, прочие музыкальные издания, которые там пишут в колонке про то, что сейчас вышла такая-то песня, я бы назвал ее Doom Metal Hydro Metacore. Да, я не уважаю журналистов. Уроды. Самая ирония, это хорошо. Я не говорил такого. Я, в целом, я тоже так не говорил просто. Ну, вот даже если сейчас... Тоб же ты сказал. Нет. В смысле? Ну, сказал же. Нет, я не говорил такого. Я журналист, я умею грамотно уйти от вопроса. Ну, вот даже если сейчас... Эй, записано же все. Это все дипфейк. Этого всего не было. Окей. Ну, даже если вот сейчас... Показалось, показалось ли. Даже если вот сейчас зайти, допустим, на Spotify, на аккаунт нашей группы и посмотреть, что нравится также слушателям, и, типа, какие Spotify советуют плейлисты, похожие на нашу песню, Sirens, то там вылазит Deadcore. То есть для меня это было удивлением. Мы не собирались писать в стиле Deadcore эту песню. Ну, типа, так вышло. Мы планировали написать Metal, вот, типа, ну, Metal. А тут уже вот Spotify, как бы, там, журналисты, еще кто-либо уже начали это как-то отсеивать. Типа, вот это Deadcore, это там какой-то Core. Ну, Spotify, конечно, журналисты. Журналюги, да? Да, они в Spotify сидят, в Spotify, понял, сидят такие... Бля! С чем разделить? Возможно, они тоже причастны к этому. Типа, есть музыкальные журналисты, которые, типа, такие, знаешь, прошаренные в поджанрах. Типа, сейчас вот Spotify там... У них там брейкдаун есть, это точно Deadcore. Нет, ну, если так, конечно, посмотреть, послушать и сравнить, типа, тех же вот, с кем сравнили Spotify, Salt of the Preview, есть немножко вот что-то, что похоже, как бы, есть вот эти вопли, есть вот этот такой брейкдаун, который, так скажем, дает тебе поебал. Вот. Ну, так, чтобы мы такие, блядь, давай Deadcore писать, типа, нет. Ну, типа, так вышло, это уже делал журналистов, там, музыкальных платформ, куда насеркировать, что писать, там, в Википедии и так далее. Вот, как бы, то, что написано, там, допустим, у нас в шапке профиля в Инстаграме New Metalcore, ну, почему я так написал это? Потому что, ну, у нас пока что в программе есть кавера на New Metal песни, есть кавера на Metalcore песни, и вот мы сами что-то пишем. Ну, сирена – это явно не New Metal. То есть, если вот так брать вообще стандартные New Metal, это какие-нибудь хип-хопные сбивки на барабанах, какие-нибудь там хождения по ладанкам, чаще гитары и какая-нибудь такая вот читка. Like Link Biscuit, you know? Вот. Мне лично в этом нравится то, что я скидывал эту песню разным людям, с разным культурным бэкграундом и так далее, и они мне говорят, ну, в качестве фидбэка, что типа похоже на то, или на то, или на то, или на то, то есть они говорят, что это копирка в форме, или там это копирка там оттуда, или это оттуда, или это оттуда. И когда люди говорят, что это похоже либо на это, 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 значит, это ни на что не похоже в целом. Значит, это похоже на кучу разных вещей, но ты не можешь сказать, что это там вторичное копирование чего-то, Потому что у разных людей это вызывает разные ассоциации. Ты такой, ооо, that's the shit! Эксперименты у вас планируются в музыке? Что-нибудь новое? Естественно. Какие-то наработки уже есть? Конечно. Ну и в планах, вот у нас сейчас в группу пришел новый басист, Анвар. Анвар, привет, тоже. Человек, который умеет играть не только на басу, на гитаре, еще на дамбре, да. И хотелось бы в будущем внести какие-то элементы фолк-музыки в свою музыку. Этическое что-то, да. Да, и дамбра, я думаю, было бы прикольно. Ну и помимо нее, казахские тоже инструменты, которые разные есть. Да, там кабыз, допустим, тот же. Прославить на весь мир нью-метал-кор с дамброй? Причем бы и нет. Это свежо и круто. Это действительно трудно, это необычно. Да, да, да. Такого лучше не видели. Ну вот. Как минимум за границей. Ну да. У некоторых тут, ребят, идеи такие есть, но иметь идею то одно, а реализовать это другое. А реализовать это другое. Ну вы парни довольно умные и умелые. Поэтому я думаю, что восторжется. Мы тоже тогда надеемся. Вопрос к Русу. Ты выступал за две группы. Кандей и вот сейчас Деспайс. Угу. Каково это? Тяжело разрываться между двумя коллективами? Да даже не за две, а сколько там. Кандей еще. У меня еще на данный момент есть еще один коллектив. Это Куль Диониса. Вот. Кандей уже отпал. Давно еще. В сентябре прошлого года. Вот. Но вообще в целом, да нет. Как бы в двух коллективах играть на самом деле не так уж сложно. Потому что в Деспайс у меня висит куда больше обязанностей, идей, планов. Потому что это моя группа, блять. Я ее, как бы, грубо говоря, основал. Я вот этих всех ребят нашел, собрал, познакомился с ними. И я сейчас, ну, планирую делать довольно-таки грандиозные вещи. Вот. А, ну, в Куль Диониса, ну, я играю просто на гитаре и все. То есть мне дали партии выучить. Вышел, сыграл. И все. Музыку у Куль Диониса пишет в основном Дэн. И, ну, меня это устраивает. Потому что я хочу писать вот здесь. Именно вот в Деспейс. Потому что, опять-таки, это моя группа. У меня тут душа, сердце, все лежит. Я, ну, много чего прошел и сделал для того, чтобы иметь хотя бы то, что есть сейчас. Вот. Поэтому, нет. Это несложно. То есть самое главное, как и везде, это дисциплина. То есть у тебя стоят там определенные дедлайны. Тебе назначили вот такое время репетицию, там, саундчек и так далее. Ты должен просто это все вовремя сделать. Приехать, приехать, там, отчека, соотрепетировать. Все четко и все. Те вопросов нету. Это так же и в учебе, в работе абсолютно везде. То есть если человек не пунктуальный, грубо говоря, распиздяй, то, ну, ничего не достигнет. Ну, так не бывает. Вернее, конечно, может быть и бывает. Но это надо быть каким-то там супер вундеркиндом, гением, чтобы ты мог, блядь, не знаю, там, за один день разобрать 10 песен, причем на слух, блядь, и выйти их четко сыграть. Такое возможно, но таких людей очень мало. Вот. Это реально нужно быть каким-то сверхразумом. Вот. Я не такой, поэтому я прекрасно понимаю, что вот мне скинули материал. Надо посидеть его, получить, подготовиться, вот, выйти и сделать свое дело, как от тебя требуется, как от тебя ожидают. Это твои напарники по группе. Вот. Так что, в принципе, я бы не сказал, что сложно. Возможно, для кого-то сложно. Многие люди отказываются от приглашения там в другие коллективы, говорят, что нет, типа, я думаю, я не справлюсь, у меня там мало времени, или, типа, я не умею так, или я вообще, типа, нахуй, это мне надо. Вот. Но я вообще в целом за идею. Вообще по жизни и в музыке тем более. Если там кто-то что-то предложил, давайте сделаем, попробуем. А вдруг получится, а вдруг залетит. Если ты не попробуешь, то ты, как говорится, не узнаешь. Вот. Далеко пойдут. Как вы собираетесь развиваться в медийном плане? Как-то, чтобы о вас больше узнавали, как-то пиар, реклама? Рилсы. Сейчас нам нужно еще снять конкурс. Кстати, расскажите про конкурс. В чем заключается? Конкурс заключается в том, что мы выпустили Reels недавно, где там в ванне валяюсь страшно. Который он там заблевает. Брейкдаун вот этот. И идея в чем, что люди могут снять под этот звук из этого Рилса, что-то свое. Потому что вот этот брейкдаун I don't care if it's real Он как бы... Ну, у меня есть некоторый смысл, да? Кстати, потому что любое видео про то, что... Не знаю, грубо говоря, ты в офисе сидишь, у тебя все заебало, и я такой I don't care if it's real Все, пошел. Не взял компрос, ебалый. То есть, что ты сделал, что ты сделал, либо то есть, ты можешь любой прикольный видос снять под это. Это, конечно, не самое... Я об этом размышлял, что, типа, это довольно немножко тяжелая тема, да? Когда ты попадаешь в такое состояние, когда тебя уже насрать. Типа, реально ли происходящее? Дереализация такая. То есть, этот брейкдаун поднимает не самую простую тему, да? Но, тем не менее, я думаю, что она, ну, довольно распространенная. И многие люди с ней так или иначе сталкивались с жизнью. Мне кажется, все сталкивались так или иначе. Вот. И то есть, все могут снять какой-нибудь видос под это. И мы разыграем, там, стикер-пак, денежное вознаграждение. Проходку на наш концерт. Там вообще все нормально будет? Денежное вознаграждение в каком размере? Десять. Не десять, пять тысяч тенгет. Первое место десять. Нормально. Думаю, неплохо для начала. Ну, да, не то, что там, прям, совсем. Ну, не то, что, типа, там... Э, двести тенгет я скину нам. На прорез хватит, наверное. Нормально, нормально. Ну, в общем, надо попить, покушать хватит. Ну, да. Ну, да. Три шавухи, может быть. Даже нет, четыре, наверное. Сколько? На десятку? Ну... Четыре хватает. Пять-шесть шавухи. Нет, даже пять, может быть. Пять-шесть. Полторы стоит одна. Пять-шесть. Да, вообще. От размера стоит. Что ж, на этом вопросы закончились. Благодарю вас за интервью. Вышло очень продуктивно, вышло очень интересно. А, от души вас. А с вами мы услышимся чуть позже. Это был проект Неформат. До свидания.